Идем к логопеду. Идем к логопеду. Здравствуйте. Я Савенко Ольга Владимировна, учитель логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения Яслиса-19 города Кировская. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, в каких случаях надо обращаться за консультацией к логопеду. Учителя логопеды часто сталкиваются с запущенными речевыми проблемами, когда для их устранения требуется длительное время. Как правило, к логопеду начинают обращаться в 5-6 лет. Бытует мнение не только среди родителей, но и среди педагогов и врачей, что все речевые нарушения до 5 лет не должны вызывать опасений. Безусловно, это глубокое заблуждение. Не все нарушения проходят сами собой. Позднее обращение к логопеду влечет за собой появление психологических проблем, трудности при овладении письмом и чтением, общения со взрослыми и сверстниками. Иногда помощь логопеда требуется уже в раннем возрасте. У детей разного возраста часто наблюдаются различные речевые нарушения. Наиболее распространено нарушение произношения звуков. Оно может быть самостоятельным речевым дефектом, а может быть симптомом более сложного речевого расстройства. Например, общее недоразвитие речи – моторная аллолия. Но даже самое простое нарушение звукопроизношения нельзя считать безобидным дефектом, так как оно влечет за собой негативные последствия для развития ребенка в целом. Нарушение речи затрудняет у школьников обучение узкому языку. При этом ребенок с трудом обучается читать и писать и в дальнейшем допускает в письменной речи большое количество, на первый взгляд, совершенно ничем необъяснимых и немотивированных ошибок. Например, это дислексия и дисграфия. Начиная с трех лет, необходимо один раз в год проходить профилактический осмотр у логопеда. Если ребенок посещает образовательное учреждение, то логопед обследует его в детском саду. Обычно профосмотры проводятся в начале весны. И вы можете поинтересоваться у воспитателей, что логопед записал в карте обследования. Если у вас ребенок домашний, необходимо сходить к логопеду самостоятельно. Если же у вас есть хоть малейшее сомнение или подозрение, к логопеду лучше обратиться в любое время, не дожидаясь трех лет. Если ребенок четырех-пяти лет смягчает все звуки, например, кися, сяпка, тяйник, лямпотька, это может быть не баловство, а серьезное решечивое нарушение. Если ребенок картавит, гнусавит, шепелявит, то есть искажает звуки, обратитесь к логопеду в любом возрасте, не обращая внимания на возрастные нормативы появления звуков. Потому что эти нормативы говорят об отсутствии или замене звуков предшественниками нормы. А искажение – это всегда речевое нарушение, и самостоятельно оно не исправится. В целом, в логопедии действует правило. Чем раньше начать лечение, тем меньше проблем будет в будущем. Идем к логопеду. Идем к логопеду!